Победа всем наперекор. 13 медалей привезли казахстанские подводники из Испании. Они участвовали в открытом чемпионате Европы по подводному ориентированию среди 32 стран. Республику едва не отстранили от соревнований. Дескать, страна не имеет выхода в открытый океан и отсутствует тренировочная база. Но противостояние удалось преодолеть. Вернувшись с наградами, члены команды провели пресс-конференцию в Алматы. У нас очень дружная команда. Хочу поблагодарить тоже команду, что каждый тоже внес в меня вклад за два месяца. То есть в бассейне, когда плывешь скоростной, ты ни о чем не думаешь. Повороты, повороты. А когда погружаешься под воду, надо у тебя этот компас, глубинометр, все. И надо еще думать, как. Это что-то... Не могу даже передать словами. Получила очень большой опыт. И хочу поблагодарить еще раз тренера. Спасибо за серебряную медаль. Нужно, чтобы государство теперь изменило подход к нетрадиционным для Казахстана видам спорта, говорят призеры. Тренер Василий Валерий Васильев переживает из-за недостаточного внимания к его подопечным. А ведь они выкладываются как олимпийцы. Пока неясно, будут ли власти как-то поощрять достижения медалистов. Раньше этого не делали. Но на волне триумфа олимпийской сборной подводники все же рассчитывают на презенты. Финансирование – это госзаказ. То есть, естественно, госзаказ вырабатывается под олимпийские виды. И тут дело даже не зависит от министра или председателя агентства и комитета, директора штатных команд. Просто нам выделяют по остаточному принципу то, что выделено на госзаказ. Ну, грубо говоря, нам выделяют раз в 50 меньше, чем плаванию тому же. Продолжение следует...